герои украины софию ротару привлекли в новогоднюю ночь москве если верить статистике ежегодно новогоднюю ночь с первым каналом проводит около 6 миллионов россиян телевизор как правильно работает фоном на который отвлекаются между постами и поздравления но год от года он показывает такое отчего любая икра оливье и шампанское хумом в горле станут уже третий год подряд новогодняя ночь на первом большая замаскированная под концерт реклама похорошевший при сергее собянине москвы в этот раз в самом начале ведущие на фоне ярмарочной красной площади радостно сообщили что декорациями станут новые парки возрожденные набережные первопристины заодно в кадр попали поезды и платформы только что открытых московских центральных диаметров инновационный центр сколково и главный столичный долгострой москва-сити который возводит уже 25 лет последним белокаменная очевидно особенно гордится там снилось больше всего номеров новогодней ночи 2020 впрочем если не знать что за окном 2020 по увиденному это и не поймешь россиян второй годы развлекал дуэт запевшие фигуристки татьяны навки и жасмин ослеплял всегда напоминающий елку с гирляндами филипп киркоров веселила возникшие из небытия группы земляне с песней поверь в мечту которая вышла еще в 1985 году радовала группу чингисхан вернее восьмой состав пятого набора с композицией 1979 года москву удивляла группа фабрика с мультихитом 1984 года кабы не было зимы впечатляли зара и жерар депардье со шлягером 1973 года пароль пароль престарелый французский актер в формат русской новогодней ночи отлично вписался к тому же на исконной родине его давно списали бутиль как битую молю шубу а у нас он пришелся ко двору привечают у нас с почестями и герои украины софию ротару несколько лет она отказывалась от участия в огоньках по политическим мотивам но в конце 2019 россия как известно подписалось незалежное соглашение на транзит газа и выплатила ей почти 3 миллиарда долларов не исключено что в эту сумму примерно сто восемьдесят шесть миллиардов рублей вошел и гонорар для хуторянки иначе как объяснить то что в новогодней ночи она не только спела две песни но и стояла на самых престижных позициях в эфирной сетке открывала концерт и появилась сразу после обращения президента путина боя курантов и гимна россии впрочем первый канал даже за деньги не получила эксклюзивного права на ротару ее привлекли сняться и для конкурирующего голубого огонька на россии а вот алла пугачева не стала нигде мелькать как говорят она хотела быть главной звездой и появление в новогоднем концерте ее давние соперницы софи ротару вовсе не устраивала примадонна на первый канал выкрутился элегантно вставил в новогоднюю ночь номер на песню звезда из кремлевского юбилейного концерта аллы борисовны за одной лишней прорекламировал его эфир который должен был состояться в первый день 2020 в этом году бог миловал от появления в эфире первого канала от набивших оскомину других эстрадных пенсионеров льва лещенко валерия леонтьева юрия антонова ирины аллегровой ротару видимо за всех отдувалась всегда казалось что эти то сами не идут их только вперед ногами унесет хотя тут уж и не знаешь что лучше вечно молодые ветераны сцены или любовь успенская которая на седьмом десятки лет поет дуэтом с его и гол и мнит себя королевой рэпа новогодняя ночь на первом растянулась на три часа а когда все 72 номера зрителями были отсмотрены там под шумок пустили запись прошлогоднего праздничного концерта декорация москвы и артисты ведь те же никто ничего не поймет да и перед телевизорами под утро все равно никого уже нет одни лежат лицом в салат другие ушли в гости весь этот новогодний шабаш на фоне нарисованного на компьютере снега в телевизоре по вкусу напоминает подгнувший мандарин на елке вроде красиво а есть нельзя эпилогом новогодние ночи вполне могут стать стихи не участвующего в этом шабаша сергея шнурова новый год случится скоро в новом как и в том году путин и филипп киркоров настроение создадут нестареющие лица достижения науки с ними будут веселиться в новый год и наши внуки спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и оставляйте комментарии далее в программе страдает от болей звезде аншлага поставили страшный диагноз вязки на костях безумные миллионерши это спортницы жутко и лакханария в гостях и молоко украина лишится важного права в 2020 году путин влепые звуки и пощечины мечащемуся зеленскому и многое другое